Сила любви Сила любви. Четвертая книга царств, четвертая глава, с восьмого по семнадцатый стих. В один день пришел Элисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему, вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель и стол и седалище и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Геезию, слуге своему, позови эту санамитянку. И позвал ее, и она встала пред ним и сказал ему, скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или своим начальником? Она сказала, нет, среди своего народа я живу. И сказал он, что же сделать ей? И сказал Геезий, да вот сына нет у нее, а муж ее стар. И сказал он, позови ее. Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он, через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына. И сказала она, нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. И женщина стала беременнаю и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. Размышления, часть первая. Любите и давайте с радостью и щедро. Четвертая книга царств, четвертая глава, с восьмого по десятый стих. В книге Бытье Бог приступает к осуществлению своего плана. Благословить через Авраама все земные племена. Он обещает благословить всех, благословляющих Авраама. Мы видим, как это обетование действует в жизни санамитянки. Она всем сердцем желает благословить Елисея в его странствиях и очень щедра к нему. У нее нет никаких скрытых мотивов. Она просто щедрый даятель. Ее щедрость трогает Елисея, и он в ответ благословляет их с мужем. Такова сила любви. Попросите Бога сегодня показать вам того, кто нуждается в любви. Ваше проявление любви не только приблизит к любви Божьей этого человека. Вы сами станете ближе к Богу. Размышления. Часть вторая. Любовь исцеляет. Четвертая книга царств. Четвертая глава с 11 по 17 стих. Большую часть своей жизни санамитянка прожила в разочаровании. Она так долго ждала ребенка, но когда Елисея сообщает, что у нее будет сын, ее реакция пессимистична. Нам открывается сердце женщины, которой хочется верить и надеяться, но ее сковывают былая боль и разочарование. Но несмотря на все ее страхи и сомнения, Бог заботится о ней. Вера может двигать горы. Это правда. Без веры угодить Богу невозможно. Это тоже правда. Но правда и то, что Бог великодушен и первым возлюбил нас. В этом случае санамитянка получает благословение не по своей вере, но благодаря Божьей любви и заботе. У Бога есть не только сила давать жизнь. У Него есть любовь, которая побуждает его так поступать. Отдайте Богу самые болезненные сферы вашей жизни. Он может сказать вам «да», и вы увидите его промысел. Или нет, и вы ощутите его присутствие. Молитва. Дорогой Господь, пусть мое представление о Тебе не зависит от моих прошлых страданий и разочарований. Пожалуйста, помоги мне увидеть свою боль и разочарование Твоими глазами. «Ты знаешь, что для меня лучше всего, и я доверяю Тебе. Помоги мне больше походить на Христа. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь». Субтитры создавал DimaTorzok